Отменить сейчас можно практически все что угодно. Писателей, актеров, политиков, режиссеров, разработчиков видеоигр и даже целую страну. Культура отмены не щадит никого и все же хотелось бы рассмотреть данный феномен и выяснить, кому он в первую очередь выгоден и как он влияет на игровую индустрию. Так что присаживайтесь поудобнее, делайте горячее с бутербродами, а мы пожалуй начнем. Откуда произошла культура отмены и какие первоначальные истоки ей принадлежат до сих пор неизвестно, и мнения по этому поводу разнятся. Одна версия гласит, что истоками является борьба чернокожих за свои права, когда они устраивали бойкоты и отказы от чего-либо в знак протеста против сегрегации. Другая, что причиной возникновения является культ безопасности, появившийся в американских университетах, декларирующий нетерпимость к тем лицам, мнение которых может являться сексистским, расистским и трансфобным. А кто-то даже полагает, что виноваты тролли, сталкеры и прочая нечисть в интернете, из-за которой люди стали создавать группки и объединяться для борьбы со злом в данном пространстве. И это я только коснулся к вершине айсберга, потому что если погружаться более глубоко, то там можно и до античных времен дойти, с гладиаторскими боями, салатом Цезарь и пьяными патрийцами, заблевавшими все полы от славного пира. Но нам так далеко заходить и не надо. Потому как все версии, правдоподобные или не очень, рассказывают о разном, но имеют одну общность в виде неравенства в обществе. Даже в капиталистическом строе, которое отошло от варварских методов рабовладения феодализма, сохранилась одна основная мысль от предшественников. Жестко эксплуатируй и присваивай труд другого для своего же собственного блага. И данная мысль будет являться главенствующей даже в нынешнем, современном и прогрессивном капитализме, с радужной сказкой про все возможно, главное мыслить позитивно. Вследствие чего вытекает то, что общество делится своего рода на классы, бедных и богатых, рабочих и буржуазию. Из-за этого разделения возникают конфликты внутри социума, потому что от ним дозволено все, а другим практически ничего. И чем ближе экономический кризис, тем острее конфликт становится, так как возникает все больше и больше социально-экономических проблем и противоречий. К примеру, как безработица, малые заработные платы, высокие цены, неподъемные налоги, огромная закредитованность, недоступное образование и медицина, войны, голод и многое другое. В таких реальных мы и существуем. А теперь представьте молодых людей, живущих в этом обществе. Скажите, что они видят вокруг себя? Вокруг себя они видят проблемы несправедливости, которая также касается их жизни, как и всех остальных. Но только они не замечают корень возникающих проблем, из-за чего начинают искать виновного в ближнем окружении, то есть заниматься обычным мещанством. Впоследствии от этого люди больше разделяются, и ничего путного из этого не выходит. Так как женщины видят корень проблем в мужчинах, геи в натуралах, негры в белых и так далее по списку. Однако, данное разделение удобно, особенно для власти имущих и корпораций, поскольку позволяет выпустить пар для своего же блага, не прилагая особо никаких усилий. Согласитесь, ведь проще провести парад с радужными транспарантами или лекцию о нетерпимости в университетах, чем поднимать социалку и решать реальные проблемы в социально-экономической сфере. И все же, вы меня можете сейчас спросить, а при чем здесь игры и игровая индустрия в целом? А при том, что игры, как и любой развлекательный контент, направленный на массы, является частью массовой культуры, отражающей ту действительность, которая удовлетворяет запросы общества. Однако при желании данные запросы можно искусственно навязать, бросая тон различной информации и идей, популяризирующих желанную и правильную повестку. И компании, завязанные на развлекательном контенте в этой системе, играют непосредственную роль. Им в принципе без разницы, какие мысли в обществе имеют главенствующий характер. Главное нарастить как можно больше капитала путем поглощения доли рынка. За счет потакания и одобрения повестки, популярной или поддерживаемой государством. Поэтому не стоит удивляться тому, что все компании, включая игровые, начинают больше прислушиваться к маргинальному меньшинству и поддерживать любые их капризы вопреки здравому смыслу и логике. Так как все остальные массы могут потерпеть, из-за того, что по своей сути они являются пассивными и проявляют абсолютное безразличие ко всему происходящему в отличии от предыдущих. Ведь большинство так или иначе будет потреблять любой произведенный контент. А вот маргинальное меньшинство нет. Оно будет всячески плеваться и топать ножками, требуя именно того, чего им хочется. И так как основной целью является увеличение своей доли на рынке, главы компании начинают выбирать сторону меньшинства. Вследствие чего начинает возникать культура отмены. Потому что по сути, маргинальное меньшинство способно теперь влиять на целые корпорации. Поэтому все неугодные, чье мнение не совпадает с их правильным мнением, получают травлю в интернете, блокировки в соцсетях, а потом и проблемы в реальной жизни. Так как теперь неугодные являются токсичным рассадником зла в обществе, и его надо полностью искоренить. То есть отменить. Правда данная культура отмены играет и с компаниями злую шутку. Так если рассматривать игровую индустрию, то теперь в команде разработчиков должен обязательно находиться представитель из цветного сообщества, у которого неизвестно какие профессиональные качества. А вот на старых сотрудников, знающих как правильно работать и вести дела, но не согласных или действующих вопреки с мнением повестки, возникает настоящая охота, и их тупо отменяем. В результате у студии появляются команды, которые вроде такие все цветные и разнообразные, все как по повестке. Однако в то же самое время абсолютно никчемные, не способные предоставить хоть какую-нибудь интересную идею, из-за чего качество их продукции оставляет желать лучшего. Но зато компании очищаются от токсичных личностей в своих рядах. Конечно, я понимаю, что какая-то часть разработчиков могла домогаться до кого-то, или высказывают суждения, которые нужно осуждать. Но эта культура отмены доходит до такого абсурда, что человека могут отменить по ложному обвинению в домогательстве. Как например Криса Авеллона, который писал множество сценариев для различных игр, как Star Wars Knife of the Old Republic 2, Fallout и Baldur's Gate, или за поддержку разрешенной политической партии в стране, когда Скотта Колтона, создателя серии игр ФНАФ, стали дианонить и угрожать его жене с маленьким ребенком физической расправой за то, что он голосовал и отправлял деньги в поддержку республиканской партии, разрешенной в Соединенных Штатах Америки. То есть до такого все доходит. И это не единичные случаи. Уже можно целый список составить знаменитых или значимых личностей, которых отменили за просто так, по ложному или надуманному обвинению. В следствии этого данная совокупность факторов сказывается на качестве выходимого продукта. Притом, было бы не так обидно, если прогрессивная тусовочка выпускала бы свои проекты, но понимая, что их игры будут абсолютно неконкурентоспособными с предыдущими работами, которые нравятся людям, и которые имеют за собой огромные фан-базы, и которые будут более интересны, чем истории с радужными флажками, они что начинают делать? Правильно. Впихивать свою повестку в те проекты, в которых это не требовалось. И в итоге мы получаем то, как наших любимых героев забивают клюшками, а в новых обновлениях добавляют уточек и дракончиков с возможностью ходить на рейды Альянсу и Арди вместе под ручку, попутно почитывая биографию оперативников Ray Booth 6 с их офигительными историями про фистинг-эс, и переплывая весь азерот на дракаре с радужными парусами, делая гримасу, как у главной героини из Mass Effect Andromeda. Думаю, вырисовывается великолепная картина, не так ли? Так что по этой причине качество игр падает в геометрической прогрессии, множество интересных вселенных задыхается из-за радужного флажка, а китайцы с мобильными играми захватывают рынки и зарабатывают больше всех этих прогрессивных компаний вместе взятых. И такие наши нынешние реалии. Культура отмены, которая переросла в своего рода безумную цензуру, превратила западную игровую индустрию в прогрессивную помойку, где источник проектов, которые вышли недавно, можно по пальцам пересчитать. И данная ситуация неизвестна когда изменится, потому как данную риторику, завязанную на повестке, еще не скоро оставят в стороне по политическим и экономическим причинам. Поэтому остается одна надежда на инди-разработчиков и азиатский геймдев, так как они пока что единственные могут предложить что-то интересное, без всей этой тошниловки от маргинального меньшинства. Что ж, а на этом я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что думаете по этому поводу. Всем удачи и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok